здоровче думаю все заметили что в геншине в последний месяц как-то тихо слишком тихо новый контент разработчики не завозят ивенты запускают по большей части не новые а рераны старых как например диск усиления туманное подземье и прочее да конечно был довольно годный ивент с альбедо но как по мне его маловато основной сюжет вообще закончился еще в патче 2.2 а ведь хочется увидеть хоть какие-то попытки главного персонажа найти свою сестру или брата в зависимости от того кем именно вы начали свои прохождения в таевате куда ушел тарталья после сюжета в ивенте лабиринта ведь как мы узнали скоромуча куда-то пропал вместе с гнозисом райден и тоже хочется узнать куда он делся почему не вернулся обратно к фату и что им пришлось отправлять на поиски тарталета короче слишком много вопросов а ответов так мало отсутствие контента порождает затишье вокруг геншина отток игроков и снижение в игре онлайна за последний месяц скорее всего разработчики все понимают и в ближайшее время готовят для нас что-то вкусненькое в плане контента новые механики артефакты боссов персонажей регионы и многое другое я думаю что патч 2.4 может стать одним из лучших патчей за последние месяцы конечно до патча 2.0 ему будет далеко ведь там для нас открыли и надзуму где мы получили кучу новых механик новые локации с лутом дерево сакуры электро стихию для главного героя много других ништяков но все же патч 2.4 тоже порадует нас новой локации которая будет завалена загадками и сундуками плюс новые персонажи пятизвездочная криво копейщица шиньхэ и четырехзвездочная гео копейщица юнцинь и естественно новым можно даже сказать глобальным ивентом на праздник фонарей который привязан к китайскому новому году и в нем нас ждет очень много наград в том числе бесплатный четырехзвездочный персонаж из ли юэ на выбор правда юнцинь скорее всего не попадет в список бесплатных персонажей ведь она будет красоваться в баннере шиньхэ но всякое может быть и если ее можно будет забрать бесплатно в ивенте праздника фонарей тогда мое почтение разработчикам скорее всего нас ждет новый босс в патче 2.4 ведь если оглянуться на других новых персонажей то чаще всего с их выходом добавляли босса с которого нам приходилось фармить ресурсы для возвышения и шиньхэ скорее всего не станет исключением также я надеюсь на хоть какое-то развитие основной сюжетной цепочки в новом патче возможно мы даже снова столкнемся со скоромучим и как полагается с люком он поведает нам свои злодейские планы опять куда-то свалит но возможно мы хотя бы немного продвинемся в поисках сестры или брата и получим хоть немного новой информации помимо этого в будущем нас ждет еще много новых механик и естественно новый дендр регион который уже не за горами а за разломом ведь как обещали разработчики после выхода разлома сразу же выпустят дендр регион сумеру ну и конечно ходят слухи о новых наборах артефактов для анема и электро стихий а если добавить еще слухи о риране райден и казухи в патче 2.5 или 2.6 плюс ей мика выход который тоже прогнозирует на эти патчи то вполне вероятно что в одном из этих патч и мы и увидим новые артефакты анема и электро стихий возможно они даже смогут переломить стихийную мету сменив ее на электро или анема но пока что нам остается лишь ждать и пролить хоть немного света на предстоящий контент может стрим разработчиков который уже официально подтвержден на 26 декабря а значит осталось ждать совсем немножко обязательно проведу стрим где мы вместе посмотрим на предстоящие новинки а что или кого ждете вы мне будет интересно узнать ваше мнение и про лайк с подпиской не забудь увидимся с вами в следующих роликах ну и на этом пакеда а а а а а а а а а